В совхоз Ленина я пришел на работу в 1998 году, практически, только что организовал завод совхоза Ленина. Директор сталпалник на Грудине. Когда я сюда пришел, овощеводство было на нуле. То есть становление овощеводства, как отрасли, проходило при моем непосредственном участии. Конечно, сейчас трудно. Вот мы все находимся на пойме. Если взять сейчас 22 года назад, то что здесь было, то это небо и земля. Здесь были болота, здесь были ДКП, пастбище. На той, на левой стороне были болота, залезенные части. То есть, ну, было очень грустно, страшно смотреть. Вот, поэтому я, Павел Николаевич, поставил мне задачу, мне лично поставил задачу, привести пойму в порядок, ну, не только мне, миллиардом, главным инженером, агрономом, топтористом, которые здесь работали. И вот мы практически за 5 лет, ну, не полностью сейчас сделали, как у нас сейчас есть, но была проделана большая работа. Весь лес мы убрали, занимались осушением, орошением, всю поливную систему мы заменили. Вот, и если, когда я пришел, был у нас там 10 гектар картофеля, лук вообще не было, циклы там было 2-3 гектара, морковки было там 5 гектар, то есть, если взять на сегодня, то у нас уже картофель больше 100 гектар, морковь 70, капуста 70, свеклы 25. То есть, прогресс в развитии, в расширении овощных плотаций, он явно налицо. Ну, естественно, конечно, и урожайность. Она выросла по сравнению с 98-99 годом практически 10 раз. В целом, я бы сказал, что в этом зазлоба большая, не только наша, но мы исполнители, это вот Павел Николаевич Урдинин. Он очень позитивный и прогрессивный человек. Вот я говорю так, как она есть. Вот он говорит, ребята, что вам нужно? Что вам нужно? Вопрос не в деньгах, я буду помогать. Потом берем бумагу, карандаш, идем ему доказываем. Если мы доказали, вопрос нет. Поэтому у нас появились новые технологии. Английские технологии производства овощей, картофеля. Новые технологии по заготовке сенажа. Ну, с удовольствием очень много нового. Я не буду говорить там, может быть, люди другие скажут, специалисты. Вот, то есть за это время растеневодство, оно совсем преобразилось. Стали получать прибыль, люди стали жить лучше. Ну, а какой поселок Павел Николаевич построили, тут не надо никому говорить. Наши, вот у меня практически 80% механизаций получили жилье. Это самое, ну, это самое богатое, самое дорогое, на сегодня, что как бы есть. Вот мы сейчас находимся рядом с границей колхоза, значит, Горького. Это бывший колхоз племенной хозяйства, оно было очень хорошее, прибыльное хозяйство. Ну, то, что случилось с ними, то и проходит все не с нами. Потому что один и тот же человек занимается развалом нашего хозяйства, что развалил колхоз Горького. И вот, как бы это правильно сказать, как бы больно, тяжело сейчас смотреть, какая началась травля на нашего директора. Ведь за эти годы, когда он у нас директором, он очень многим всем помогал. Многим помогал. Не говоря там о наших пенсионерах, школах, детских садах, он всем помогал. Но сегодня такая ситуация, что и нам необходима помощь. Хоть она, как бы, ну, создано, слово-то сказать, придуманная. Ну, надуманная. То есть, все это шумиха и гонения на Павла Николаевича, но просто надуманная. Вот. И, конечно, бы никогда мы, и Павел Николаевич никогда не просил. И мы никогда не просили никого. Мы только помогали. Поэтому сегодня такая ситуация, что и мы тоже обращаемся к гражданам России, тоже оказать непосильную помощь в решении, финансовую помощь, в решении тех вопросов, которые сегодня, как бы, стали у Павла Николаевича, и в целом у нашего, как бы сказать, дружного коллектива. Мы все хотим работать, мы все хотим, мы умеем работать, мы знаем, как работать. Вот. Но почему-то те, кто хочет работать, на сегодня не дают. Нам не дают работать. Мы хотим работать, нам не дают работать. Тем более у нас высококлафицированные механизаторы, специалисты, агрономы, экономисты, инженера. То есть это база, такая база создана в Грудинин за время своего директорства, что трудно даже объяснить, что там люди вообще, вначале было 2, сейчас миллиард, это надуманные цифры, это самое главное, закрыть наше хозяйство и построить здесь коттеджи, бассейны, вот как здесь вот в колхозе Горького сейчас мы видим, идет строительство, это же пойма. Это же пойма, если бы сейчас стали бы, значит, эпоха коммунизма, ну, пускай до 90-х года стали бы люди, которые нами руководили бы, они, наверное, сейчас бы узнали об этом, они бы все из могилы попрыгали бы, а такого, ну, не знаю, даже слов-то не знаю, как назвать, что они сделали с нашим хозяйством и что хотят сделать, это, ну, просто, ну, мы категорически против вот этого давления. Идет сбор, значит, денежных средств на счет совхоза, мы все в этом принимаем активное участие. И еще раз я обращаюсь, давайте соберем этот миллиард, и пусть наш хозяйство дальше продолжает расти, развиваться, и чтобы они от планки, как от стали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА